Прежнее времена, поющий равен, было достаточно распространенным явлением. Особенно это характерно для фасидизма. Согласно учению фасидизма, в наиболее тяжелые, мрачные времена должны раскрыться в более глубокий и чистый уровень духовности. И он может быть выражен мелодией, нигуном. Фасидизм возник в Сергеевреев Украины в XVIII веке и впоследствии распространился по всей диаспоре. Кстати, как мы уже слышали, большинство родителей, дедушек и бабушек, наших музыкантов родились здесь, на земле Белоруссии, Украины. И во время нашего тура, в частности, мы были в Умане, где, откуда вышли несколько, родители нескольких музыкантов, были на могиле очень почитаемого Рыбина Ахмана. И это было очень трогательное заявление. Каждое направление фасидизма, каждый Рыбе создавал свои мелодии, и многие Рыбе вошли в историю именно со своими песнями, через свои песенные композиции. Тем не менее, среди прочих духовных движений и еврейской традиции, Рыбе шло во Каглибах явление поистине уникальное. Его песни поют евреи из села мира от Латинской Америки до Средней Азии, поют перед синагогой в праздник Симхаттора, поют, когда ведут жениха и невесту под хуклу. Но Каглибах — это не только песни, это целая философия, целое явление современной еврейской жизни. Не случайно по миру за Шома путешествуют несмертные толпы его почитателей, и в нашем туре постоянно вслед за нами движется караван из 35 его фанов. Это такое довольно сложное у меня чувство. С одной стороны, я им искренне завидую, с другой стороны, это, как вы понимаете, в наших условиях еще дополнительно 30 с лишним кошерных евреев в стране Советов. Просто невероятно тяжело. Будучи потомком знаменитых равинов, веточка которой тянется от самого царя Давида, Каглибах уже в юности получил солидное еврейское образование. Родился Шома в Западной Германии, затем семья переехала в Австрию, и перед войной его отец был раввином в одной из синагог близ Вены. С приходом в власти нацистов семья Шома переехала в Соединенные Штаты Америки. Там, после окончания знаменитой ешивы Лейхуд, Шома получил звание раввина. Его жизнь перевернула учение фасидизма. Он понял, что песня может быть средством выражения возвышенного служения Всевышнему и общения с людьми. Не кажется уже привлечением слова, когда говорят, что Шома Каглибах – это певец, который революционизировал еврейскую музыку и песни в наши дни. Практически большинство песен, которые мы знаем, так или иначе связаны с именем Каглибаха. Во многих из них он выступает как автор музыки, во многих – как автор аранжировок. Все песни, которые сегодня прозвучат в исполнении Шома, написаны им самим. Как я уже сказал в начале концерта, 9 месяцев мы потратили на то, чтобы пригласить Шома в Советский Союз. Это очень трудная задача, хотя бы потому, что в год Шома дает до 400 концертов. И в частности после 21-дневного достаточно изнурительного тура завтра он вылетает в Цюрих, и послезавтра днем у него уже концерт в Цюрихе, откуда транзитом он летит в свою родную синагогу в Нью-Йорке. Как вы понимаете, достаточно напряженная у него жизнь. В этом году в Советском Союзе выступал целый ряд знаменитых исполнителей еврейской песни. Там, в частности, на открытии центра Михоэлса, а затем в Ленинграде выступала знаменитая израильская певица Яфа Яркони. Летом с большим успехом в нашей стране гастролировала группа прославленных кантеров мира из Австралии, Америки, Канады и Израиля. И тем не менее, хотя мы понимали, что уровень исполнителей, которые были в нашей стране, весьма высок, мы тем не менее смело пригласили на гастроли Шлома Канлибаха. Очень рады тому, что провели с этим удивительным человеком почти месяц жизни. Сейчас для вас будет петь Шлома Канлибаха. Канлибаха, встречайте. Единственная просьба у меня по-убедительному. В зале, по моим скромным подсчетам, на 300-400 человек больше нормы. Будьте убедительны, прошу вас, осторожны. И не танцуйте на аванс-сцени, поскольку, как утверждают работники дворца молодежи, это опасно для вашей жизни. Итак, для вас поет Шлома Канлибаха. Спасибо.